МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Быть ли Сочи городом боинской славы, решат жители всей страны. Вопрос вынесен на общественное обсуждение. В Сочи меняют старую теплотрассу и делают это, не повреждая растения. Ремонт гарантирует и горячие батареи, и снижение тарифа. 9 автомобилей арестовано, взыскано почти 400 тысяч рублей. Таковы итоги рейда судебных приставов и госавтоинспекторов. Лето на отлично. В Сочи готовятся подвести итоги работы и площадок нашего двора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 1 мая на Кубани восстановят 10 памятников в Великой Отечественной войне. Им предстоят капитальные работы. Об этом губернатор Краснодарского края заявил на заседании Оргкомитета Победа. Уже в следующем году по всей России пройдут масштабные торжества. К особенной дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кубани идет активная подготовка. В 2020 год президент России Владимир Владимирович объявил годом памяти и славы. Потому что на самом деле юбилейный год. И обратный отсчет, я считаю, мы дали подготовки уже с 22 июня. Со дня памяти и скорби, потому что я считаю, мы должны максимально подготовиться качественно к этим мероприятиям. Поскольку это на самом деле должно быть такое грандиозное событие. Но в первую очередь зависит от нас, сколько мы сможем к нему подготовиться. Основное внимание власти уделят ветеранам. Глава региона поручил назначить ответственных за исполнением просьб участников войны и узников концлагерей. К этой работе привлекут волонтеров, общественников и спонсоров. Жилищные условия улучшат стать четырем ветеранам. В год юбилея Великой Победы центральное общекраевое мероприятие пройдет в Новороссийске 5 мая. Быть ли Сочи городом воинской славы предлагают решить сочинцам и всем гражданам России. Вопрос вынесен на общественное обсуждение. Голосование стартует на официальном сайте администрации города Сочи с 15 августа. Вклад города Сочи в победу в Великой Отечественной войне неоценим. Здесь, на перевалах главного Кавказского хребта, проходила одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й горно-стрелковой дивизии не дали фашистам прорвать линию обороны в районе Псиашха и Аишха. Из Сочи было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт 18 707 человек. Каждый четвертый из них не вернулся. 17 сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза, 9 из них посмертно. Ну и главная роль Сочи – это роль города-госпиталя. Крупнейшая госпитальная база Юга России вернула в строй около 400 тысяч раненых солдат и офицеров. Последний госпиталь был закрыт лишь в 1947 году. Учитывая эти и многие другие исторические факты, активисты Сочинского отделения Российского военно-исторического общества выступили с предложением о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Свои предложения по этому вопросу могут выразить все желающие граждане России в возрасте от 18 лет. Голосование открыто на официальном сайте администрации города Сочи в разделе «Важная информация» с 15 августа по 14 октября. Все мнения будут учтены в итоговом документе по результатам общественного обсуждения. 16-летнюю Сочинку обвиняют в убийстве знакомого. В ночь на 26 июля девушка со своим молодым человеком и его 24-летним братом распивала алкоголь у них дома на улице Мзымтинская в селе Черешня. По версии следствия, между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Со слов девушки, она попыталась разнять парней, но брат молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ на это девушка ударила обидчика ножом в спину, после чего ушла к себе домой, выбросив по дороге нож. Брат пострадавшего вызвал на место правоохранительные органы и скорую помощь, но врачи только констатировали смерть мужчины. В связи с тем, что девушка несовершеннолетняя, она сейчас находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. К другим новостям. 9 автомобилей арестовано, взыскано почти 400 тысяч рублей. Таковы итоги рейда судебных приставов и госавтоинспекторов. Цель рейдов – наконец-то взыскать штрафы и задолженности. Помогает в этом людям дорожный пристав. Программный комплекс выявляет в транспортном потоке владельцев автомобилей, за которыми числятся долги по штрафам и налогам. За время проведения рейда было проверено 56 водителей, чьи машины были определены системой как автомобиль должника. С помощью переносного терминала и сервиса онлайн-оплаты взыскано 170 тысяч рублей с физических лиц и 239 тысяч с индивидуальных предпринимателей. Арестовано 9 автомобилей. В основном попадаются злостные неплательщики штрафов ГАИ, неоплаченные налоги. Два человека остановили, являются злостными неплательщиками парни. Смотрим социально значимое производство, смотрим сумму долга. Сумма долга конкретно не установлена. Если должники готовы на месте оплатить за должность, акт ареста не производится. На добровольную плату штрафов законодательством отведен срок в 60 дней. С начала года за несвоевременную оплату административных штрафов в суд было направлено 824 административных материала. Совместные рейды госинспекторов со службой судебных приставов будут продолжены. Вопрос незаконной торговли в Сочи, особенно остров, встает летом, когда есть большой наплыв отдыхающих. На курорте регулярно проводятся рейды по выявлению таких точек. Один из них прошел недалеко от Олимпийского парка. В том, чтобы заработать, нет ничего криминального. Главное, закон не нарушать. А вот с этим не у всех все гладко. Зачастую на территориях частных домов открывают небольшие магазины, мини-гостиницы, столовые и шашлычные. Так как официально их не оформляют, то и качество услуг в таких заведениях остается без контроля. При этом владельцы не отчисляют налоги, а вот за потребляемые торговой точкой электроэнергию и воду платят не по коммерческим тарифам, а по стандартам, тем, что действуют для частных жилых домов. Один из таких объектов выявили сегодня во время рейда в Амеретинской низменности. Рядом расположен также земельный участок по ДЖС, но на нем расположен коммерческий объект. Землепользователь налоговую ставку не платит, пользуется ставкой по ДЖС. Также использует пониженный тариф на коммуникации для извлечения прибыли на данном объекте. Сотрудники муниципалитета подают заявление о признании незаконным использовании земельных участков под коммерческие цели. Приставы заранее уведомляют собственников, но, как правило, магазины не прекращают работать. Вот такой диалог сегодня развернулся во время рейда между судебным приставом и местным жителем. Вы пришли уже с каким-то судебным решением. Правильно, не с каким-то, есть вот решение. Нет, подождите. Если это суд, значит должны быть две стороны, я так понимаю. Вы хорошо владеете законом? Не очень так скажем. Вот я вам объясняю, это обеспечительные меры. Вас не пригласил в суд, потому что идет по вашему делу только разбирательство. Обеспечительные меры – это запрет эксплуатации до выяснения обстоятельств полностью в суде. Землепользователи оштрафовали, а магазин напечатали. Пока суд не примет окончательное решение, он будет закрыт. Чтобы начать работать по закону, собственнику придется изменить целевое назначение участка. Кстати, в Адлерском районе владельцы трех из 11 выявленных объектов уже проходят эту процедуру. Подобные рейды продолжатся. Под подозрением более 30 точек. Далина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Участвовать в электронных торгах и проводить их станет легче поправки. К закону вступили в силу 1 июля. А сегодня в Сочи обсуждали, что теперь изменилось в сфере закупок. Разъяснение сочинцам дал руководитель Краевого управления антимонопольной службы. Олег Тихенький рассказал о системе закупок для государственных и муниципальных нужд, которые сейчас стали проводиться по упрощенной схеме. Закон был усложнен до такой степени, что тяжело было всем – и заказчикам, и участникам торгов. На сегодняшний день изменения законодательства позволили облегчить работу как специалистам, которые работают в сфере размещения заказов в муниципалитетах, так и участникам торгов, потому что меньше оформлять документов, меньше сроки установлены, и между объявлением торгов и заключением контракта проходит сокращено время. Облегчен доступ к торгам представителям малого и среднего бизнеса. Все закупки теперь проводятся исключительно на электронных площадках, а это залог прозрачных сделок. Сократились сроки размещения планов графиков. Вместо 10 дней – только один. До 300 тысяч рублей увеличились суммы прямых договоров для оперативного решения задач. Ранее можно было заключить договор только на сумму до 100 тысяч. Изменения уже начали действовать. В Сочи на одну теплотрассу советских времен стало меньше. О пересечении улиц Гагарина-Красноармейская идет замена 500-метровой трубы, которая была проложена 35 лет назад. И еще одна новость – подобные работы влекут за собой снижение стоимости тепла и горячей воды. Все подробности у нашего корреспондента. Магистральный трубопровод, по которому идет тепло и горячее водоснабжение многоквартирных домов в микрорайоне Заречный, был проложен еще во времена Советского Союза. Капремонта не было ни разу. Теплотрассу лишь латали. Из-за многочисленных порывов стальные трубы изъедены коррозией. Теплотрасса не отвечает требованиям ни по техническому состоянию, ни по числу абонентов, которых за 35 лет стало в разы больше. Ну и главное – батареи в близлежащих домах не греют. Но на сегодняшний день часть сетей с большим процентом утечки уже заменена. Перед тем, как выйти на данный объект, был проведен анализ по качеству и объему теплоносителя, который подается жителям непосредственно дома номер 7 по улице Гагарина, а также улицы Чайковского 2, 4, 6, 8, 10. Диаметры, которые тут были – это была 150-я труба. Переложена теперь часть теплотрассы диаметром 200, порядка 160 метров. И порядка 100 метров у нас еще в перспективе переложить до первой декады сентября. Батареи у нас будут горячее. Условия работы у теплоэнергетиков не из легких. Теплотрасса проходит через зеленую зону. Судьба деревьев волнует местных жителей не меньше, чем горячие батареи. Но специалисты работают так, чтобы не пострадало ни одно дерево. За этим следят общественные помощники главы города по вопросам ЖКХ, которые в целом контролируют подготовку к отопительному сезону. Что касается утечек в сетях. Самый хороший показатель утечек – это количество воды, которую они покупают в водоканале для своих теплосетей. И если чем больше предприятие, то же самое Сочи-Леплоэнерго, покупает воды у водоканала, это значит больше утечек. Вот это самый яркий показатель, который всегда можно проверить. Запросить данные и проверить. Вот сейчас тенденция к уменьшению покупок воды для теплоносителя. Ну, цифры, ну не скажу, что там сумасшедшие, но тем не менее, они снижаются. Меньше потери – ниже тарифы. Шаги к уменьшению теплопотерь в городе ведутся не только на теплотрассах, ведущих к жилым домам, но и за счет реконструкции котельных. Уменьшается себестоимость затрат. Как следствие, отопление и горячая вода немного дешевеют. Перемены в квитанциях горожане должны были заметить еще в 2016-м, отмечают теплоэнерго. Тогда стоимость отопления снизилась на 20% за счет новых нормативов. В 2017-м был установлен норматив на подогрев горячей воды. И в домах, где есть общедомовые счетчики, люди стали платить меньше. Следующим этапом снижения стоимости услуг стал январь 2019 года. Как мы знаем, у нас в этом году с 1 января поменялась ставка НДС, была 18, стало 20. Но несмотря на это, стоимость услуг горячей воды для населения предприятием была снижена на 8,8%. Таким образом, на сегодняшний день у нас 1 кубический метр воды стал стоить 238 рублей. По сравнению с предыдущим периодом, в размере 260. Копримум теплотрассы на Гагарина-Красноармейской, от которой в том числе зависит снижение стоимости ресурсов, завершится в первой декаде сентября. По плану же к отопительному сезону в городе планируется отремонтировать 15 километров теплосетей. На сегодня заменено 7. К холодам уже готовы 45 котельных из 70. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 16 августа в Сочи переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 27, 29 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. В самом центре Сочи своей двери открыла новая спортивная школа. Различным видом единоборств, дзюдо, самбо и тайскому боксу детей станут обучать уже с 7 лет. Образовательное учреждение сегодня открыли глава Кубани Вениамин Кондратьев и министр спорта России Павел Колобков. Все занятия в школе будут проводиться совершенно бесплатно, что даст возможность молодому поколению разбиваться и становиться сильнее физически и духовно. С 2016 года совместно с Федерацией Самбо России мы реализуем программу «Самбо в школу» и сегодня открываем новую секцию самбо, дзюдо и секцию смешанных недоборств. Эти гостеприимные двери откроются для 280 детей, которые будут заниматься здесь, совершенствовать свое спортивное мастерство. 2 сентября школа примет 300 учеников, которые, я уверен, в своей жизни получат эту счастливую возможность приходить в эту хорошую, оснащенную спортивную школу и заниматься спортом. А самое главное, что тренировать их будут уже именитые, известные спортсмены, призеры, чемпионы российских и международных соревнований. Это будут не просто их тренеры, это будут их наставники. И я хотел бы, очень хотел, чтобы эти тренеры были по-настоящему их наставниками в жизни, чтобы эти мальчишки, а может быть и девчонки, никогда не сошли с настоящего, правильного пути гражданина нашей страны. Ведь важно не только побеждать на ковре, важно побеждать в жизни. Вот чему учит спорт. А еще очень важно отметить, что ведь на ковре проявляется не только сила, выносливость, упорство, на ковре проявляется уважение к противнику, какой бы национальности он ни был. Павел Колобков и Вениамин Кондратьев также осмотрели новую спортивную школу и пообщались с будущими учениками. А после побывали на открытом уроке по самбо, где дети продемонстрировали свои силы. Как отметил глава региона развитию единоборств, на Кубани отводится особое внимание. В более чем 350 школах краев введен обязательный урок самбо. О популярности единоборств в Сочи говорит наличие 30 спортивных залов во дворах жилых домов и открытия в пяти дошкольных учреждениях секций по самбо. И на этом администрация города останавливаться не собирается. Вы знаете, что буквально неделя не проходит, чтобы мы не открывали площадку воркаут, либо универсальную спортивную площадку в районе Пластунской улицы, там, где у нас в районе бывшего ГИБДД, мы планируем там тоже построить спортивный комплекс, именно единоборств. Спортивная школа номер 16 начнет свою работу в сентябре. Уже сейчас в списках учеников порядка 300 человек, и набор в секции еще введется. Почти 70% юных сочинцев задействованы в летней оздоровительной компании «Площадка нашего двора». Проект курируют сразу несколько городских управлений. Образование и науки, культуры, молодежной политики и департамент физкультуры и спорта. Все лето на закрепленных за ними площадках проходят занятия и мастер-классы, организуются экскурсии, походы, а в этом году и морские купания. А на площадке в микрорайоне Светлана накануне прошел кукольный спектакль. Маленький вперед! Я самый маленький! Музыка и угощения здесь на протяжении всего лета. Весело всем, а главное не скучно детям. Артисты сочинской филармонии на этой площадке частые гости. Здесь проходят спектакли, танцы и даже мастер-классы по вокалу. Эта территория закреплена за управлением культуры и пользуется популярностью у ребят со всей Верхней Лысой горы. Мы приглашаем детей в зимний театр, в органный зал. То есть они посещают детские спектакли. Так же самое с детьми посещаем музеи. Практически все музеи города Сочи мы охватили. Библиотеки посещаем. Дети с других площадок даже приходят именно сюда, на площадку, потому что им нравится. Им нравится, что с ними занимаются, что с ними работают. Тем более они познают искусство, культуру. На этот раз в гости к ребятам приехал театр кукол «Саквояж». Руководитель коллектива Роман Соколовский с актерами активно участвует во всех социальных мероприятиях города. Перед спектаклем детям рассказали о театре и научили о замуправлении перчаточными куклами. А теперь на большой пальчик надеваем ручку и на бизинчик надеваем. Снова поднимай над головой. Вот так. Поаплодируйте Соню, друзья! Это не единственная площадка, где летом организован детский досуг. Всего по городу их 147. И каждая закреплена за сотрудниками управления культуры, образования, молодежной политики и департамента спорта. Поэтому и досуг получается разнообразный. На улице Рос, к примеру, активно готовились встречать чемпионат мира по практической стрельбе и учились стрелять из спортивного оружия. А в микрорайоне КСМ взяли шефство над клумбами и газонами. Детям подарили лейки и рассказали, как правильно помочь растениям пережить жаркое лето. А самих ребят в жаркие дни водят на пляж. В этом году глава Сочи Анатолий Пахомов поручил педагогам и тренерам организовать вечерние поездки на море. Многих детей родители летом активно работают и получается, что юные сочинцы море видят редко. Теперь же на оборудованных городских пляжах выделены особые детские зоны для купания. За детьми следят спасатели и медработник. 30 августа на площади флага пройдет городской фестиваль «Лето на отлично», где подведут итоги летней детской оздоровительной кампании. В городе более 65 тысяч детей. У нас примерно организованными формами детьми охвачено где-то 35-36 тысяч обычно бывает традиционно. А вот эти площадки, которые по инициативе главы были открыты, они являются, ну я не знаю, палочкой-воручалочкой для нас, для всех, потому что дети заняты действительно разных категорий, разных возрастов. Помимо развлечений, ребята на площадках получают и знания. Здесь им рассказывают о так называемом детском законе, о пожарной безопасности, проводят встречи с интересными людьми и преподают английский язык. Также кураторы занимаются вопросом патриотического воспитания. И пример Сочи уже взяли на вооружение многие города нашей страны. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С начала года в Сочи трудоустроены 67% нуждающихся в работе. Таковы данные Центра занятости населения. Сегодня там прошла традиционная ярмарка вакансий. На одного безработного в Центре занятости приходится пять вакансий. Вот и сегодня свободные рабочие места представили 28 работодателей. Ищут и медсестер, и пекарей, и официантов, и специалистов офиса всего около 300 вакансий. Помимо этого, все присутствующие на ярмарке вакансий могут обратиться к специалистам трудовой инспекции, к специалистам охраны труда, получить консультации в данной отрасли. Помимо этого, у нас открылся консультационный пункт по вопросам, касаемо граждан предпенсионного возраста. Все желающие также могут обратиться к нашему специалисту, который ответит на любые вопросы. Тем, кто не успел сегодня определиться с будущей работой, отчаиваться не стоит. Следующая ярмарка вакансий состоится в рамках краевой акции «Планета ресурсов» 20 сентября. В Сочинском национальном парке 17 августа открывается сезон любительской спортивной охоты на пернатую дичь. В этом году охота на степную и водоплавающую дичь разрешена в период с 17 августа по 31 декабря. Но установлены запретные дни – понедельник и вторник. В эти дни недели охота категорически запрещена. Нормы суточной добычи дичи в этом году существенно снижены. На одного охотника в один день установлено разрешение на отстрел степной дичи, перепел, голубь. Не более 10 особей каждого вида на водоплавающую дичь. Гуси – не более одного, утки и лысухи – не более пяти особей. Границы любительской спортивной охоты регламентируются соответствующим приказом нацпарка. А Кавказский заповедник открыл класс астрономии на Бзерпинском карнизе. Туда поднялась группа туристов и эксперт в области астрономии, чтобы понаблюдать за космическим явлением метеорным потоком пояса Персеиды. Жители Земли в эти дни могут наблюдать весьма зрелищное явление. В августе наша планета проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Татла. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет. Но через её хвост Земля проходит ежегодно. Называется метеорный поток поясом Персеиды, потому что летящие звёзды возникают в районе созвездия Персея. Именно этот звездопад считается одним из самых зрелищных. Чтобы хорошо рассмотреть метеоры, нужно отправляться подальше от искусственных источников света. В Кавказском заповеднике одно из самых доступных таких мест – Бзерпинский карниз. За космическим явлением туристы следили в компании профессионального астронома. Данная акция проводится с Кавказским заповедником уже второй раз. В первый раз оно прошло на ура. И я думаю, что нынче тоже всем понравится. Я думаю, что эта традиция будет теперь уже ежегодной. Под открытым небом все туристы могли послушать лекцию о галактиках, а после рассмотреть через профессиональный телескоп Луну, Сатурн и Юпитер – скопление звёзд. Время, чтобы понаблюдать за метеорным потоком, ещё есть прохождение через шлейф от кометы Свифта Таттла. Земля завершит 20 августа. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях и в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok